Дворец школьников капитально отремонтировали в городе Жанаузен. В Монгостовской области проект стоимостью миллиард тенге поддержали меценаты. Теперь в обновленном центре обучаются почти 2000 детей. Бесплатные занятия проводят логопеды и дефектологи. Работа с логопедом неторопливая и планомерная. Инклюзивный класс открылся в 2019 году. На сегодняшний день специалисты уже помогли 50 детям. После полного ремонта здания класс расширился. Мы готовы принять от 6 до 18 детей с различными диагнозами. Главное, что помощь бесплатная. Им оказывается и психологическая поддержка. Родители раньше искали таких специалистов в других городах. Прошло больше года занятий. Результат есть. Дефект речи постепенно проходит. Я лечила ребенка в Астане, возила в Актау. Еще нас радует, что здесь открылись различные кружки. Это кружок робототехники. Дети разработали уменьшенные версии нескольких машин, используемых в горнодобывающей промышленности. По проекту эти роботы предназначены для заводов, расположенных в степи. Юные конструкторы оснастили их солнечными и ветровыми установками. Нашу работу оценили на областном конкурсе. Мы готовились к нему около месяца и заняли третье место. Я уверен, эти роботы могут выйти на большой рынок. Может быть, в будущем будут работать на настоящих заводах. В Жанаузене дом творчества школьников существует уже больше 40 лет. Капитальный ремонт здесь завершили менее чем за год. Два местных предпринимателя вложили в проект по 500 миллионов тенге. В результате появился спортивный зал современного типа. Открыты кружки рукоделия, шахмат, рисование, классы художественной гимнастики и кулинарии. Здесь работают 90 педагогов. Вскоре, возможно, нам понадобятся еще дополнительные специалисты. К примеру, по вокалу, хореографии, фото-видеосъемке. Нам нужны те, кто будет ориентироваться на будущую журналистику. Кроме того, хотим обучать детей азам бизнеса. В планах приобщить детей к национальным видам искусства. Дублению шкур животных и стрельбе из лука. В ближайшее время здесь проведут мастер-классы известные спортсмены страны.